Еще светло, когда мы погружаемся на всего лишь двухметровой глубину и начинаем искать подводных существ. Джефф обещает мне одну из самых труднодоступных рыб для съемок – рыбу-челюсть с икринками. Наше первое открытие – морской конек. В большинстве мест морских коньков очень трудно найти. Они, к сожалению, не слишком любят появление людей. Я думаю, что этот парень видел достаточно камеры, знает, что если он попозирует в течение минуты или двух, я уйду и оставлю его в покое. Фугу привлек свет моего фонарика, и она подплывает ближе, чтобы посмотреть. Рядом самая быстрая морская звезда, которую я когда-либо видел. Она просто мчится по песку. И еще один морской конек, который использует свой цепкий хвост, чтобы схватить старый кусок веревки. Если бы Джефф не указал на этих маленьких ребят, я бы, наверное, проплывним и даже их не увидел. Во время охоты на рыбу-челюсть мы сталкиваемся с очень редкой и странной рыбой. Это маленькое существо – нетопырь. Он ходит по дну на ногах, которые развелись из плавников. И прямо над его ртом – выдвижная приманка, которую он использует для ловли добычи. Его жаберные отверстия скрыты загрудными плавниками, чтобы жертва не видела, как он дышит. Когда он начинает плыть, вам может показаться, что эта рыба на самом деле не предназначена для того, чтобы хорошо плавать. Он определенно обитатель дна. Ближе к концу погружения Джефф находит для меня неуловимую рыбу-челюсть с ее икрой. Но я спугиваю ее, приближая слишком сильно и пугая маленькую рыбу. Она не хочет выходить, и свет моего фонарика, вероятно, ее тоже пугает. Так что я отступаю. Но не волнуйтесь, у меня есть план. Продолжение следует...